Ну да, компрадорский наш капитализм, который интернациональный, как у нас наш Андрей Ильич Фурсов говорит, интересное слово, фининтерн, финансово-интернационал, коминтерн и фининтерн, вот фининтерн – это такая тайная суперорганизация, вот куда, видимо, наш компрадорский капитализм на правах лакея включён, и это очень плохо. На правах королевского «поттиральщика». Да, это очень плохо, потому что у нас, по мнению Стрелкова и многих других уважаемых людей, вот сейчас страной управляет именно этот неправильный капитализм, а сплотиться нужно вокруг правильных капиталистов, и тогда заживём, и отпор дадим, и вообще, ну просто потому, что вокруг кого-то сплачиваться надо, ну вот так как у нас государство буржуазное, у нас, значит, вариант какой – сплотиться вокруг компрадорского капитализма или вокруг национального капитала сплотиться в буржуазном государстве? Вариантов, простите, нет, правящий класс у нас капиталистический. Тут интересно сразу, а как это теперь принято рассуждать, а какая мне с этого выгода? Я вот не вижу, например, чтобы граждане из каких-то мегаолигархических структур, обладающих какими-то немыслимыми триллионами баксов, чтобы они, например, приняли участие в какой-то пенсионной реформе, чтобы они там как-то благоустроили жизнь граждан. Это компрадорские капиталисты, поганные. Да-да, вот я ничего такого не вижу, возможно, моё зрение кругозор ограничен, но я вот не вижу там ни пионерских лагерей, которые олигархи строят для всех, взяли бы, например, под крыло какой-нибудь Артек, ещё бы 10 Артеков построили, денег-то дохерища, я ничего такого не вижу. А в чём сущность сплачивания, ради чего сплачиваться? Я понимаю, там защита отчизны – это мне понятно, агрессор напал туда-сюда, а вокруг вас-то чего сплачиваться? Тут же можно сказать, что агрессор, если он является частью того же самого капитала, что и ваш родной капитал, вокруг которого вы собираетесь сплатиться, так вы уже войну проиграли. Нужно просто посмотреть, какой капитал больше, тот войну и выиграет. Как говорил Збышек Бжезинский, что ваша элита все деньги держит у нас в США, и уже даже интересно, чья же это элита? Да, так вот, по поводу того, вокруг чего сплачиваться и так далее, тут нужно вспомнить, как всегда, исторические примеры. Вот у нас Российская империя была такая страна, которая ввязалась в Первую мировую войну, да это вообще правда в русско-японскую, когда у нас до 30% экономики были просто скуплены западными коммерческими агентами, тем или иными, т.е. часть, конечно, экономики была почти полностью или полностью наша, но некоторые отрасли были там на 90%, на 80%, на 75% скуплены иностранными гражданами, конкретно иностранными капиталистами, и вот мы, имея такую экономику, ввязались в Первую мировую войну, из которой Российская империя уже не вышла, она просто кончилась вместе с экономикой. А вот тут недавно был интересный момент чего-то про какой-то наш алюминь. Алюминь? Да, где оказалось, что он вроде как уже и не наш. Вот я сейчас как раз на этом остановлюсь по этому поводу. А у нас-то сейчас, между прочим, если посмотреть внимательно на то, что сейчас происходит, по поводу того, вокруг кого сплачиваться, у нас сейчас конкретно некоторые отрасли, там на 80-90% не наши вообще, если посмотреть на розничную торговлю, то она там на 84% принадлежит кому-то, только не нам, ну бог с ней, с розничной торговлей. А чем это грозит, если принадлежит не нам, что в этом плохого? Не, ну например, если у вас пищевая промышленность хотя бы на 50% принадлежит не вам, а каким-то иностранным бизнес-агентом, то если иностранный бизнес-агент вдруг окажется проживающим или имеющим основной капитал в стране, которая соберётся с вами воевать, так у вас половины еды сразу не будет в стране, вот и всё. Да, это мне так понравилось. А как говорил, если не ошибаюсь, Джан Джакобо Тревульцио, который говорил, что для войны нужно золото, золото, ещё раз золото, он же, кажется, говорил ещё одну очень мудрую фразу, что страна не может считаться серьёзным военным противником, если не может обеспечить себя продовольствием. Да, у меня вот эта концепция продовольственной безопасности, я помню эти дурацкие шутки Жванецкого, когда у вас появляется первая клубника, в 6 утра, когда магазин открывается, какая прелесть, ну и если у вас всё завязано на чужую клубнику, чё ж у вас какие-то концепции продовольственной безопасности возникают, это что вокруг получается, у вас не друзья, что ли, они не готовы невидимой рукой рынка вам клубнику в 6 утра привезти, а если речь не про клубнику, а про картофан, который действительно есть на дом, макароны и всё остальное, если вы у себя всё закрыли, понятно, что итальянские макароны, которые мы тут ежедневно употребляем, без дураков, они сильно вкуснее, чем наши. Отдельно отмечу, варить столько вот в такой кастрюле надо, вот в такой кастрюле получается такая же дрянь, как и у нас, очень много воды должно быть. Ну так как же так-то, а как же это, вот встраивание в единую семью цивилизованных народов, и вдруг оказывается, что всё надо иметь своё, это что же, в «Кровавом совке» правильно делали, что у нас, как в подводной лодке, всё своё было? А это всё, понимаешь, дело в том, что… И мы к этому же возвращаемся. Про встраивание в семью – это всё нормально, совершенно ничего же не поменялось, тенденция встраивания в семью у нас прямо сейчас никуда не делась, они и встраиваются в семью, только если раньше вроде бы имелось в виду, что мы тут вообще все встроимся, то теперь вполне объективно видно, что да, встроимся, но очень сильно не все, процентов там 3, может быть, которые владеют большими капиталами, они имеют шансы встроиться, и некоторые уже туда практически полностью застраивались, вот всё в порядке, ничего не изменилось. Потому что, когда мы говорим «народ» и «страна», я третий раз повторяю, это понятие классовое, и когда вам представитель правящего класса говорит про наших врачей, нашу интеллигенцию, он говорит про тех, кто его лично обслуживает, это его интеллигенция, его врачи, это не совсем то, что будет обслуживать вас, это не ваши врачи, не важно, это их интеллигенция, их врачи, их учителя, их страна, у них есть своя страна. Так вот, по поводу этой страны, вот у нас наш Росстат в 2015 году сообщил, что доля компаний с участием иностранного капитала в РФ равняется до 28,6%. Т.е. почти треть, как в Российской империи уже. Вот-вот-вот-вот, это опять же Росстат, который публикует, ну я подозреваю, что немножко сглажены данные, хотя, опять же, проверить я этого не могу, поэтому буду опираться на эти цифры, они тоже очень хорошие. Ну и при этом, извините, перебью, т.е. дружить-то, наверное, норовят с самыми передовыми странами, там, с Германией, с США, не с Вьетнамом, от которого ничего не зависит. Это же не Лаос же у нас 28% инвестиций обеспечивает наверняка, хотя, я думаю, может, Лаос тоже что-нибудь обеспечивает, я не в курсе просто, но в основном, конечно, это наши уважаемые партнёры по опасному международному бизнесу, с которыми у нас вроде как с 2014 года беспощадная конкуренция происходит, беспощадная, и дело в том, что с 2011 по 2015 год доля этого участия выросла, опять же, по данным Росстата, с 27,1 до 28,6%. Ну это же, с одной стороны, при капитализме нормально, т.е. надо призывать сторонний капитал, который даст тебе денег, и у тебя тут что-то разовьётся и принесёт деньги всем. Т.е. с одной стороны, это хорошо и правильно, а с другой стороны, ты именно так попадаешь фактически в кабалу, а самое главное – в чудовищную зависимость, когда тебе в любой момент прикрутят крантик и станет совсем нехорошо. Ну там варианты-то разные есть, на них мы чуть позже остановимся по поводу прикручивания крантика. Пока нужно посмотреть на распределение капитала по отраслям. Опять же, это очень важно. Я отлично понимаю, что, например, силипо где-нибудь под Калугой, оно иностранному капиталу мало интересно, поэтому когда мы говорим, ну треть – это же не 100%, и не 90%, т.е. ерунда, казалось бы, контрольный пакет акций-то у нас. Но если посмотреть внимательно на распределение капитала по отраслям, то мы увидим следующее. На 2017 год доля в розничной торговле от 80,4%, а в пищевой промышленности до 2-3%, т.е. 65-66% доля иностранного капитала. Т.е. тут про продовольственную безопасность вообще говорить уже не приходится, потому что это же не 10%, это 2 трети, т.е. у вас 2 трети еды принадлежат не вам, бог с ней с какой-то с военной ситуацией, я сейчас вообще об этом даже говорить не собираюсь, потому что про военную ситуацию даже думать сейчас боюсь. Это значит только одно, что 81,4% прибыли от розничной торговли уходит из страны куда-то, у нас вот остаются в лучшем случае только налоги, которыми делится капитал, а основная прибыль уходит кому-то, кто эти инвестиции-то и сделал, естественно. Вот у нас наше всё есть – газо, нефть и добыча, мы же великая энергетическая сверхдержава, хотя, кстати, ещё недавно Путин страшно обижался, что нас американцы обзывают бензоколонкой, а теперь сам говорит, что мы энергетическая сверхдержава, т.е. всё-таки бензоколонка, только очень большая. Сверх. Сверхбензоколонка. Да. Так вот, у нас опять же только по официальным данным в нашем этом всё 55% добывается при участии иностранного капитала. Неплохо. Т.е. 55%, т.е. это получается, что больше, чем наполовину как раз на контрольный пакетик акций, если взять общее хозяйство – это не наш газ и не наша нефть. Не знал. Вот если посмотреть, например, на Совет директоров национальной компании «Роснефть», т.е. российской нефти, вот мы там смотрим, председатель Совета директоров – это бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, его зам Матиас Варинг, тоже, кстати говоря, немец, потом член Совета директоров, там их несколько, Роберт Дадли из Америки, из Америки Гильер Макинтерра, Ханс-Йорк Рудольф из Швейцарии, Айвен Глазенберг опять из Америки, Вайзал Алусваиди из Объединённых Арабских Эмиралов, первый вице-президент – это француз Эрик Морис Леон, вице-президент Дидье Кассимиро – бельгиец, вице-президент, второй вице-президент Зелька Румье – американец. Ну нам, конечно, сразу скажут, что это из-за слияния с British Petroleum такое количество туда вторглось иностранцев. Ну так это британское петролиум теперь наше или российское британское – вот большой вопрос. Кстати говоря, если поговорить со специалистами в нефтедобыче и газодобыче, вам скажу, что инжиниринг, т.е. собственно говоря, промышленность, на которой добывается это всё, так он отдан почти полностью на откуп иностранцам. У нас только сейчас трубы научились бесшовно свои варить… У нас никто не умеет такое делать, советское всё похоронено. Когда-то я работал помощником бурильщика, Texas Instruments даже тогда был суров, а если своё всё поломать, так ничего и не останется. Я с точки зрения так называемых спецслужб, я даже не понимаю, а как это можно контролировать, что они там делают – никак, я тебе точно могу сказать – никак. Ну то же к каждому уже не приставишь уперполномочного. Вот можешь сидеть и смотреть, что они там делают, а сразу вопрос – а они что, что-то хорошее для России делают? Я даже смеяться не буду. Думай всегда – самое плохое про то, что они делают. И не ошибёшься. И всегда будет именно так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...